На прошедшей неделе, в ходе мероприятий по поводу начала Второй мировой войны и в рамках уже начавшейся предвыборной кампании, польская пресса процитировала первых лиц государства. Практически все говорили об укреплении обороноспособности Польши и о том, что всего через несколько лет, если темп наращивания усилий не снизится, Польша будет иметь самую мощную сухопутную армию в Европе. Такие заявления делаются не на пустом месте и прямо сейчас Польша закупает крупные партии вооружений, в основном в США и Южной Корее. Причем значительная часть вооружений сразу получает опцию поддержки собственными производственными мощностями. Что-то проходит адаптацию, а что-то получает ремкомплекты, произведенные местными предприятиями. Но в целом процесс идет достаточно динамично, и это отмечают буквально все европейские и американские военные эксперты. И вот мнение одного из таких экспертов будет интересно и для нас, потому что оно касается актуальных проблем, с которыми сталкиваются ВСУ на поле боя. Речь идет о конкретной теме перевооружения войска польского, а именно принятие на вооружение штурмовых вертолетов АХ-64 и Апач. В прессе имеются данные о том, что Польша закупает 96 единиц этих вертолетов, и когда все поставки будут завершены, то она окажется второй по количеству стоящих на вооружении Апачей после самих США. Эту тему прокомментировал майор Джон Спенсер из военной академии в Вестпойнте. По его мнению, среди серийно выпускаемых вертолетов, эта машина является лучшей в мире, хотя вообще штурмовые вертолеты имеют свои слабые свойства. В частности, уязвимость для систем ПВО, применяемых в прифронтовой полосе, где они и призваны активно действовать. Вот что он сказал по этому поводу. Да, вертолеты движутся медленно и уязвимы для ПВО. Но именно поэтому они используются совместно с другими силами и с прицелом на борьбу со средствами ПВО противника. Они предназначены для взаимодействия с танками, оказывают непосредственную поддержку с воздуха в рамках широких маневров и являются очень эффективными убийцами танков. Поэтому, несмотря на эти уязвимости, я бы предпочел, чтобы они были со мной во время битвы, чем действовали без них. В общем, мы видим это сейчас просто ежедневно, как в способе применения вертолетов, когда они отстреливают пакеты НУР, делая Кобру, или влетая с предельно низкой высоты, где они укрыты от ПВО противника, только для того, чтобы сделать залп, так и по все более часто мелькающей информации об очередном сбитом вертолете оккупантов К-52. Это говорит о многом, и в частности о том, что вертолеты желательно применять над подконтрольной территорией и с такого расстояния, чтобы не быть сбитыми по ЗРК. Более тяжелые средства ПВО в таком случае просто не видят вертушку. А тут как раз проявляется та особенность, которая полезна и нам. Штурмовые вертолеты не работают сами по себе, а во взаимодействии с другими огневыми средствами. Вот как это описывает майор Спенсер. «Апач» — это не российский К-52 «Аллигатор». Это тоже не «Кобра», который используется для немного других целей. Если бы мне пришлось выбирать, какой ударный вертолет я хотел бы иметь в составе всего пакета, я бы выбрал «Апач». Это потому что эти машины создавались для работы с танками М1 «Абрамс». Проще говоря, доктрина применения танков плотно завязана на том, что где-то над танками будут оперировать эти вертолеты, которые изначально затачивались на взаимодействие с броней, и делают это эффективно за счет высокоточных и относительно дальнобойных ракет класса «Воздух-Земля» «Хеллфайр». Все это к тому, что «Абрамсы» мы, наверное, уже получили, потому что о чем-то таком пишут наши корреспонденты, и еще потому что Штаты уже начали поставку танковых снарядов с обедненным ураном. А это железо идет как раз к «Абрамсам». В общем, танки уже есть, дело с завертолетами. А теперь поговорим о ПВО. Пока в нашем сегменте сети идет вакханалия по разгону вброса о том, что лично Олаф Шольц тормозит передачу нам ракет «Таурус», даже не задумываясь над тем, как дико это звучит в демократической стране, приравнивая полномочия Шольца к таковым у Путина и Лиси, где их личное желание или нежелание решают все, начинает вырисовываться причина этого наброса. На самом деле Германия только что сделала нечто невероятное и такое, что это трудно не то что оценить, но и осознать. Причем сложность всего мероприятия состоит не только в сжатых сроках, но и в том, что для его осуществления потребовалось взаимодействие целого ряда министерств и ведомств Германии, а также лично канцлера. О начале этой эпопеи мы рассказывали несколько месяцев назад, но сейчас мы напомним о том, с чего все начиналось. Потому что враг и наши полезные идиоты сейчас бьются в истерике именно по отношению к Шольцу. Итак, просто вспомним ситуацию почти годичной давности, когда московский агрессор перешел к регулярным и, что самое главное, массированным обстрелам территории Украины тяжелыми дронами, а также крылатыми, баллистическими и аэробаллистическими ракетами. Все мы так или иначе стали свидетелями этого массированного воздействия на глубокий тыл Украины. И тогда начал складываться новый рисунок общей системы ПВО. Сейчас он обрел устойчивую структуру, потому что несколько отдельных участков в территории Украины получили эшелонированную систему обороны, включая средства ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Но по мере укрепления ПВО, противник тоже стал менять свою тактику налетов и постепенно перешел к своего рода комбинированным ударам. При этом первой волной запускались шахяды, которые должны были засветить текущую конфигурацию нашей ПВО, чтобы следом послать более скоростные, крылатые ракеты. Пропорции дронов и ракет всегда разные, и они зависят от задачи, стоящей перед конкретным налетом. Иногда это было только выявление мест работы наших ПВО, а в других ПВО провоцировались на отстрел боекомплекта. Но вскоре ВСУ перешли к особой тактике борьбы с дронами. Те в разы дешевле крылатых ракет, и противнику было выгодно, чтобы наши зенитчики тратили на шахеды свои дорогие боеприпасы, а на ракеты их просто бы не хватило. И тогда было решено, что лучше дроны перехватывать с помощью пушечных комплексов. Зенитные снаряды стоят в десятки, а то и сотни раз дешевле ракет, и поэтому они более предпочтительны для борьбы с дронами. И вот Германия стала поставлять нам самоходные зенитные установки ГЕПАРД, выпускаемые промышленной группой Рейнмиттал. Как оказалось, эти зенитные установки показали феноменальные результаты благодаря системе обнаружения, захвата и поражения цели. Часто эффективность огня ГЕПАРДА составляла 100% именно по дронам. Это не российский панцирь, а немецкий ГЕПАРД, и поэтому дроны просто не имеют шансов, если на траектории их движения оказывается ГЕПАРД. Но понятно, что такие системы работают очередями, выпуская по одной цели по несколько десятков снарядов, и поэтому их боекомплект следовало пополнять как можно быстрее, чтобы зенитки не остались на голодном пайке. И вот здесь оказалась та самая проблема, которая потребовала комплексного подхода и сложения сил разных ведомств, правительства, Германии. Дело в том, что глобализация, конечно, коснулась и вопросов производства вооружений. И многие системы современного оружия производятся из компонентов, изготовленных в разных дружественных странах. В общем, никто в этом не видел никаких проблем до широкомасштабного вторжения России в Украину, когда встал вопрос поставок нам оружия и боеприпасов. Тут-то и выяснилось, что для передачи такого оружия вне НАТО, например, необходимо получить разрешение всех стран, чьи узлы, агрегаты или боеприпасы используются в данном образце вооружений. И вот оказалось, что гепарды действительно произведены в Германии, и она может ими распоряжаться так, как ей заблагорассудится. На боеприпасов, причем специфических, зенитных, она не производит. Боекомплект для них Германия получала из Швейцарии в небольших количествах для учебных стрельб. Их много и не нужно, а в случае необходимости их можно было дозаказать в нужном количестве. Но так это работает, когда конечным потребителем снарядов является Бундесвер. А если речь идет о передаче оружия и снарядов другой стране, тем более, когда та воюет, вопрос упирается в нейтральный статус Швейцарии. И она говорит «пас». Между прочим, глядя на такие вещи, та же Польша увеличила свои заказы на оружие у Южной Кореи, потому что при конфликте с Московией или Белоруссией, она может оказаться в таком же положении, когда в конце логистической цепочки окажется условная Швейцария, которая откажется поставлять такие снаряды или что-то еще. Война в Украине раскрыла этот аспект новой реальности, и поэтому поляки пошли по пути диверсификации поставок вооружений. Ну а дальше началась магия правительства Германии. Думаю, что многие помнят период, когда помои на Шольца лились просто сплошным потоком, и его троллили те же самые деятели, которые сейчас троллят закрылатые ракеты, но еще жестче. Они говорили о том, что Шольц дал слово поставить гепарды, и теперь тянет время, под разными предлогами, не давая их нам. А все выглядело с точностью до наоборот. Шольц дал добро на передачу гепардов и всего запаса снарядов к ним, которыми располагал Бундесвер. Одно только это дает повод для благодарности Герру Шольцу, потому что такую ответственность мало кто на себя может взвалить. Но этого было решительно недостаточно. Как было сказано выше, собственные запасы боеприпасов к гепардам были смехотворны. Судя по интенсивности их работы, они бы выстрелили весь боекомплект за несколько дней и стали бы крупными мишенями. Поэтому правительство приняло два крайне важных решения. Первое. Были выделены средства на закупку снарядов в третьих странах, чтобы создать минимально допустимый запас для ВСУ. В частности, была закуплена крупная партия снарядов у Бразилии. Потому что именно бразильские снаряды были произведены не в Швейцарии, а в Испании, то и проблем с передачей Украине не возникло. И только после этого гепарды зашли в Украину. Но и это еще не все. Правительство Германии и Рейнметал мгновенно провели переговоры с правительством Испании и местной промышленностью на предмет выкупа линий по производству этих боеприпасов, чтобы все это смонтировать в Германии и начать собственное производство зенитных и других снарядов. Насколько можно судить по стремительному темпу этой операции, за ценой немцы не постояли и заплатили столько, сколько было сказано. И вот на днях в Украину зашла первая крупная партия зенитных снарядов для гепардов, произведенных на запущенном в Германии производстве. То есть мы не просто получили достаточно снарядов, но теперь имеем канал бесперебойных поставок. Субтитры создавал DimaTorzok